Я написала первую часть сразу, а опять, да, продолжение, если есть беспокойство о работе, о будущем, и все, и как-то так тема прекратилась. У нас была большая тема, след на следующем заняты, Волков нам ее расскажет. Что надо делать в случае, если... О будущем деле. Еще хочу заранее волноваться. У нас это просто тема была, поэтому хотелось бы, чтобы вы это пользовались, а не просто слушали под названием «Из одного уха в другое». Так, Ларочка. У меня тут всегда ухаживаются огромные благодарные, что вам главные люди здесь, коллеги, все главные. Вам главные, это человек, это на самом деле руководители. Вам спасибо за то, что вы, как всегда, сделали отличную промывку мозгов. Я думаю, каждый из нас в этом нуждается. Извините за грубость названия, но это так и есть. Потому что духовная подача информации, это в первую очередь, когда мы открываем наш мозг, и оно туда заходит. Что в нормальном состоянии у нас мозг все равно закрыт. Для духовной информации, для физической, или какой-то там... Спящим результатом. Да, то, что вы сказали, что мы в компьютере в спящем режиме. Огромное спасибо моему руководителю, которая в моей зоне не переносит продукции в компании. Меня все время пытается выдернуть наверх. И спасибо просто, вот я хочу сказать, что она, на самом деле, блестящий руководитель. То есть, вы иногда и катите. Она блестящий руководитель, потому что надо знать все эти точки, на которые нужно ягодный трагогарит, как бы мне было тяжело, какие бы он там тяжкие, не пускался с реальностью. Огромное спасибо. В первую очередь, в вашем лице компании спасибо, да, нашей Сейф-инвест. Это уже не лезть. Это то, что есть на самом деле. И опять же, вернувшись сегодня сюда, я опять чувствую в себе вот этот задор, потому что разгоняется все самое негативное куда-то ходит. Ты забываешь, какие у тебя реально проблемы в жизни, которые есть у каждого, опять же. Нет, проблемы, а у тебя задачи, да, и проблемы. Которые, задачи, которые надо решить, которые... Лара, Лара, приедешь и посмотри к этим бар. Да, да, ну вот я говорю, мне даже, видимо, когда она не хотела ко мне попасть, что я ее даже не видела в своем ящике. Хотя у меня все тут же, все, что я получаю от неводителей сотрудников, у меня в отдельной папочке, всегда я это зарабатываю, свободное решение других задач. Вот, не пришла ко мне в Крэйте, я думаю, что сегодня она ко мне придет. Обязательно. Я ей займусь. И... Да, что я не верю за стол. Сейчас такое время, когда нужно собирать камни, да? То есть вот реально такой момент у всех наступил. Спасибо господину Обаме за это, что мы вообще его надо дать героя России, за то, что он обратил наши взоры в себя. Я очень рассчитываю на то, что Россия сейчас даст внутренней, пусть как у каждого из нас, пусть проблема вот эта сложившаяся, да? Извините за слово «глотие», но я это очень четко на своей школе ощущаю, потому что реально момент, когда ты понимаешь, что никто за тебя ничего в этой жизни не сделает. Потому что если раньше тебе что-то оттуда, что-то оттуда... Так, можно я это отверну? Если у нас... Так, как вы поняли, я в свое время говорила такие очень важные слова, что сотрудник, руководитель должен сотрудника не помогать, а поддерживать. Как вы понимаете слово, что такое помощь, а такое поддержка? Это научить человека реализовать себя, да? Помощь, это дать рыбу, а поддержка, это дать удочку. Удочку всем дали, руководитель всем удочку дали. Хорошо, что вы сказали, что никто никого не обязан тянуть за волосы из воды. Нет. Удочку всем дали, а что такое поддержка? Я вам специально на прошлом занятии пример... Я же вам образ... Для чего я вам рассказываю бойки из склепа? Чтобы у вас примеры были. Образы. Поддержка это милостынь. В смысле, помощь это милостынь, а поддержка это стимулирует внутреннюю силу человека. Помните, я вам рассказывала про бабку, которая ко мне пришла на консультацию, хотела квартиру в Москве. Ладно. Волков, ты вообще что... О чем ты думаешь на замене этих? Бабка пришла ко мне на консультацию, мы познакомились на тренинге, на миломанах. А я говорю, что мы снимаем? Я говорю, деньгами. И вдруг эта бабка ко мне летит, такая страшная, ободранная, без зубов, ужас. Я говорю, мне к вам надо. Ну раз надо, значит надо. Ну тогда у меня еще Ира была из склепа. Я говорю, ну позвоните к секретарю, запишитесь. Приходит такое чмо и говорит, я хочу купить квартиру в Москве нормально, да? Я говорю, хорошо. Я говорю, только одна есть проблема. Я должна поверить, что вы это можете. Дальше она сделала все, что... Я говорю, она четко записала. Я там взяла с нее 300 рублей, это были огромные деньги за консультацию. На следующий раз она мне звонит, говорит, квартиру купила, нужна обстановка, можно прийти на консультацию? Я говорю, можно. Я говорю, ну будете платить доллар в минуту. Она поняла. Она мне задала 16 вопросов заплатить. За 16... Я ей успела за 16 минут ответить. Она мне отдала 16 долларов. В последующий раз она... Подумали, что слишком мягко, быстро отказывали все. А потому что она это... Она четко, она вообще-то только слушала и записывала, что делать. Потому что она платила за каждую минуту. Ну в такси я тоже была, что, 90 рублей. Тоже неприятно. Значит, это самое. Потом она пришла и сказала, что ей нужна работа. Потом она стала работать. Потом она пришла, говорит, сотрудники, следующая консультация, сотрудники сами все делают, не слушают. Ну мы тем временем зубы с ней вставили. Там все она сделала. То есть она у меня там, ну, долларов за 100. Просто стала супер. Но когда встретились в последний раз, она со мной еле поздоровалась. Она уже шла с мобильником, с молодым парнем. Она так не кивнула. Так вот, самая большая, значит, поддержка. Это вера. Это самое трудное. И самое ценное, что может вам дать руководитель. Если он вас не верит, вам хана. Поэтому поддержка, это ваша вера в ваших сотрудников. Вот что такое поддержка. Удочки вы им дали. Поэтому в чем должна заключаться ваша поддержка? Вы должны им сказать, иди, у тебя все получится. Но вы должны верить. Если вы лицемерите, у них ничего не получится. Но если он эти дорогие слова говорит, то это очень дорогие слова. Но тут вопрос задачники, насколько он реально верит. Вот с этой бабкой мне труднее всего, глядя на нее, было поверить, что она все это добьется. Просто вот себя заставить поверить было трудно. Значит, поскольку я ваш руководитель и ваш клиент, поэтому ко мне приходите в том виде, каким вы ходите к клиентам. Я всегда вас слушаю только с позиции клиента. И каждый раз я слышу все ваши оговорки, стереотипы. Их клиент тоже слышит. Поэтому сегодня мне никто, кроме Света, не сделал комплиментов. Для чего я рассказываю эти квадратики, которые называются Декартом, как надо взаимодействовать с людьми. Подарки, комплименты, доверие. Стопроцентное доверие. И принятие того, что я скажу без... Или вы скажете, ваш руководитель вам скажет, без тени критики, сомнения. Как это отношение? Дорогие мои, если вы не тренируетесь друг на друге, то значит вы это не даете клиентам и окружающему миру. Поэтому прошу в следующий раз приходить ко мне как к клиенту, дорогому, самому, самому главному клиенту. К Галушкину, чтобы приходили, как к самому главному клиенту. Чтобы ему не было стыдно перед новенькими, которые приходят. Что это, сотрудник швейцарской компании, это довольно серьезная тема. Вот Светлана помнит, как Ференц нас дрессировал по одежде, по всему, пока мы не стали топ-менеджер. Так, спасибо, Лара. Так, Алексей. Я поняла, что ты очень усердно прорабатываешь все наши занятия, пересказываешь их детям. Я с вами говорю, у вас не беседу, еда. И главное, используешь в жизни. Собственно говоря, основной это диктофон. Я его спихивала, он меня выпихивает. Я его спихивала, мне нравится выпихивать. Ну, что, я не справлюсь. И еще. Просто это показатель эффективного мышления и нежелания меняться. Помните, мы с вами писали... А, кстати, еще запишите. Когда человек что-то откладывает, это показатель стереотипа, который называется «Я никчемный человек». Вот стереотипы очень непросто выловить. Вмутный бассейн, бессознательно выловить стереотип, эту рыбу, этих карасей и щук, очень непросто. Но как-то вы должны сами соберись. Так, что-то откладывают. Так, это значит, есть стереотип. Я никчемный, никчемный, не все. У нас каждое слово русское, оно божественное. В нем столько смысла. Так, к чемным, да. Видите, мы с вами... ...потехи, мы с вами, наверное, для того, чтобы я клип сделал. Я его не сделала до сих пор. Сказала мне радость. Наверное, вот сейчас вам и время пришло, потому что я теперь знаю, как его сделать, наполнить образами. Именно образами. Все, что там написано... А у нас там одни образы. Какой ты был, какой ты стал. Теперь нужно этот видеоряд просто сделать. Не просто я встал перед вами и рассказал все это дело, а именно пустить видеорядом все это. Вот я теперь... А, тут картинки добавить? Да. Холодец, хороший. Видеоряд там будет очень хороший, красивый. И в ближайшее время это все состоится. Ну, конечно, будет естественно, мое лицо. Надо начало и конец делать. У меня уже есть конкретный сценарий. А когда три часа осознанного разговора с клипом? Я слышу. Завтра. Три часа осознанного разговора с диктофоном. И с разбором, и с Мариной. То есть после разговоров еще разборы. Это в три часа все должно поместиться? Нет, это одежда. Ну, разбор это же тоже осознанное должно быть. Это дополнительное время требуется. Началось. Завтра. Будет так. Все это. Хорошо.